вашему вниманию свежий разбор новостей из россии и начнем мы с рекомендаций от российских священников да да все верно вам не послышалось вот например иркутский батюшка посоветовал россиянкам больше рожать чтобы было кому воевать функция женщины рожать функция мужчины быть воином защищать все остальное вот эта духовно-нравственная позиция она будет правильно поставлена в обществе то конечно у нас подымется и рождаем нас подымется очень отношение к семье а потом призвал всем вместе бороться с мировым злом по его мнению это нарушение традиционных ценностей на сегодняшний день россия на переднем плане борьбы с антихристом антихрист не как личность а как мировое зло который приходит а мировое зло оно заключается в чем нарушение традиционных ценностей вы посмотрите у нас в обществе все стало ног на голову а вот еще один служитель российской церкви раздает советы по мнению рязанского митрополита школьный буллинг эта вакцина которая готовит детей к будущим испытаниям жизнь человека она протекает в разных условиях в разной среде и поэтому быть примеры этого буллинга могут быть неким знаете некой вакциной для того чтобы человек входя в жизнь понимал что жизнь это не просто прогулка это испытание и в том числе испытания от ближних в том числе а еще в россии начали распространять благодатный семейный огонь его развозят по стране самолетами поездами автомобилями и дарят молодоженам из москвы в ярославль супруги привезли не только новый статус молодожены но и лампаду с огнем называется это все огнем семейного очага его зажгли когда путин объявлял 2024 годом семьи завезли его уже в 50 регионов огонь должен быть в каждом региональном загсе а в ставрополе семейный очаг зажгли там где рождается семья в здании загса лампаду привезли александр и ольга решетняк символ любви не передали молодоженам большая ответственность мы благодарны что именно нам выпала честь стать хранителями огня будете беречь конечно огонь цените беречь скоро семейный очаг зажгут в мордове калмыки астрахани республики хакасия ну а пока россияне передают огонь который якобы спасает их семьи в студии соловьева готовятся к войне с европой сейчас же идет вопрос не в том давать украине деньги или нет а кто будет платить америке надоело то плачется на том что с европы который можно полностью шкур и поэтому и ворбана не продавили и продали и поэтому эрдоган они дадут f16 чтобы он успокоился не надо себя обман надо готовиться к большой войне только на этот раз володенька немного поменял а риторику и признался что россия не такая уж могучая в европе намного больше преимуществ при этом надо четко понимать что в этой войне нам противостоит гораздо больше чем у нас мобилизационный ресурс напомню что у них как никак практически только в европе полмиллиарда я беру только европу население у нас под 150 миллионов ну под 155 160 если мы возьмем в беларуси это существенная разница не надо себя обманывать что у них нет военной промышленности многократно они доказывали что могут в кратчайшие сроки производить большое количество всего необходимых а вот подружание соловьёва симоньян довольно таки уверенно заявила что россия может уничтожить сша в течение часа мы единственная страна в мире за всю историю соединенных штатов и до сих пор которая может полностью уничтожить соединенные штаты например за час ну неважно за сколько но теоретически может и больше таких стран нет и они смириться с этим не могут и не смогут не обошлось и без похвалы любимого президента путина маргоша старалась как могла и это было бы как-то странно посреди таких глобальных событий в мире и в нашей стране что президентом вдруг стал кто-то другой я думаю что даже если наш президент и подумывал об этом то нужно быть и уже на покой передать какому-то заслуженному человеку бразды правления то конечно он не мог бы этого сделать сейчас а вот еще один пропагандист по цеху фейков и кремлевских нарративов манучаров гости его программы тоже заточены на то чтобы восхвалять царя путина а какие выборы ну вот вы себя вы 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 можете себе представить что путин пойдет на выборы из-за него не проголосу нет ну нет и все на чем разговаривать а еще рассказывать как хорошо жить в россии а в будущем будет еще лучше тем для россии будет 2024 но если все будет на нормально это будет год очень сильного рывка но при этом есть много разных врагов которые очень хотят рывка что значит экономического роста и и улучшение жизни населения то есть такой будет как бы резкое ощущение позитива в обществе когда нужно произойти я надеюсь что в ближайшие полгода эта ситуация проясница но пока ситуация следующая одни россияне чуть ли не бьются из-за дешевого сахара то что люди вообще сумма посходили это все за какой-то другие выходят на пикет чтобы их мужей не забирали на войну а мы хотим живыми мужей вернуть нам не нужны никакие выплаты нам не нужны после этого мы просто я для себя решила мне потом что делать либо в монастырь уходить либо замужем следом уходить потому что я не хочу потом жить одна вот такая цена жизни в россии пока пропагандисты купаются в деньгах и врут в своих передачах простые россияне умирают из-за политики кровавого диктатора путина